Премьерный показ фильма «Я подарю тебе победу» состоялся в Российско-Армянском университете 4 декабря. Данный фильм – это личная история режиссёра Арсена Ахаджаняна. Прототипы героев – сам режиссёр и его дед. В рамках показа также состоялась встреча с творческой группой киноленты. Мой дедушка 17-летним ушёл добровольцем на фронт, а его трёх старших братьев призвали. Вот трое они вернулись, а он вернулся. И после того, как вернулся, он такой боевой дедушка, у него два ордена славы, это на самом деле очень достойная ордена, и назвал свою старшую дочку Светланой. Бабушка потрунивала, всё время говорила, может быть, у тебя фронтовая там любовь была. Он такой очень хороший был дедушка. Он ни в чём не признался, но вот я додумал вот эту историю. Суслищев – это часть меня. Когда в начале кино он говорит, что мой первый инвестор была моя бабушка, это моя бабушка мне 135 рублей дала, и я улетел. На второй день просто получил аттестат и улетел в Москву, там оттуда дальше на Урал поехал. Ну и есть там много чего, что есть во мне в этом герое. Не зря кино начинается с откровения Иоанна Богослова. Ты не холоден, не горячего, если бы ты говорил о тепло-хладности. То есть вроде бы ты и такой положительный, вроде бы ничего такого в тебе нет плохого. Ты плохого не делаешь людям, а приходит момент, когда ты должен совершить поступок. И если ты не совершаешь этот поступок, то это приравнивается к злу. Это приравнивается к тому, что ты совершил плохой поступок. То есть ты должен совершить поступок. И вот этот герой, белый, пушистый, который там весь, ну, мне кажется, что он преобразовывается. Это самое главное. Я подарю тебе победу. Этот фильм не об истории, он настолько об истории, насколько и о нашем нынешнем времени, отмечает ректор Раул Армен Дарпинян. Прекрасный фильм, прекрасный, очень добрый фильм, очень поучительный фильм, в том числе в контексте переосмысления истории и очень достойный ответ, очень достойный армянский ответ тем попыткам переписать наши чувства, чувства наших дедов, наших отцов. Слушай, сестра, обязательно дождись. Слушай. Я подарю тебе победу. Такое обещание дает 17-летний фронтовик-доброволец, юной санитарки госпиталя, в который влюбляется на всю жизнь. Через много лет в результате трагического случая дневник добровольца попадает в руки главного героя истории, успешному московскому бизнесмену, который после прочтения дневника становится одержимым этой историей. Алексей Степанович, просыпайте. Студент направления журналистика Российско-Армянского университета Микаэль Григорян сыграл в фильме «Одно из ролей». Для меня это было очень ново, первый фильм, первый серьезный фильм, за который я очень сильно благодарен, потому что это не только очень интересная задумка, очень классная атмосфера. Семочная группа была настолько удачной, что она была действительно семейной. Арсен ни разу за все время не повышал голоса. Он очень часто делал замечания, которые были очень актуальными, но ни разу я не чувствовал себя неловко при этом человеке, при том, что у меня нет практически никакого опыта именно в съемках в кино. Ректор РУ профессор Армен Дарпинян отметил, что фильм снят исключительно с любовью и на высоком профессиональном уровне. Семец. 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 Отметим, что фильм «Я подарю тебе победу» стал победителем в номинации лучший полнометражный игровой фильм фестиваля имени Алексея Баталова «Журавли». Спасибо. Продолжение следует...